В России светлый человек открыл дорогу к мирозданию, и вечность жизни утвердил, и бесконечность созидания. Строки стихов Анатолия Некритина как нельзя лучше подходят первому покорителю космоса. О событиях 55-летней давности, перевернувших отечественную историю, вспоминают ребята из школы имени Владимира Комарова. В память о подвиге Юрия Алексеевича Гагарина учащиеся подготовили большой проект, включающий воспоминания об основных вехах жизни великого космонавта. Послушать пришли не только ученики, но и те, кто знаком с космосом не понаслышке. Можно только представить, как ликовала планета 12 апреля 1961 года. Люди подняли лица к небу и поняли, осознали, что они едины и что они принадлежат космосу. С праздником и давайте будем достойными носителями звания выпускников и учеников школы имени Владимира Михайловича Комарова. Я благодарен всем людям в Звездном городке, в школе, в Киненково. Спасибо за организацию таких мероприятий. Гагарин жив до тех пор, пока живы мы, пока он в наших сердцах. Летать любит, летает смело, уверенно, без устали. Так охарактеризовал Гагарина инструктор в авиационном училище. От детства в деревне Клушино до заветной цифры в 108 минут на орбите нашей планеты. Ребята из школы имени Владимира Комарова подготовили масштабную презентацию. Своими силами смонтировали несколько видеороликов. Безусловно, мы долго работали, много трудились. Вырезали много роликов, составляли фильм, много стихов искали про Гагарина, про полет в космос Гагарина. Прошло очень много лет с тех пор, как он полетел. Работок было сделано немало. Мы старались сделать такую работу, которая рассказывала бы не столько факты, которая рассказывала бы о душе самого полета, о значении полета Гагарина. Гагарин не как летчик-космонавт, а как человек. Такая работа стала подарком тем, кто знал героя лично и его последователям, космонавтам Российской Федерации. Еще и месяца не прошло с тех пор, как Сергей Волков в капсуле корабля «Союз» приземлился после того, как провел на МКС более 180 суток. Сам выпускник школы имени Комарова отмечает, что фигура Гагарина для ее учеников во все времена была знаковой. Когда мы говорим вообще о нем, как о человеке, это не только вдохновитель нас к тому, чтобы полететь в космос. Это, мне кажется, человек, который вдохновляет нас делать что-то новое, иногда может быть с обоснованным риском для жизни и во благо своей страны. Воспоминаниями о личном знакомстве с Гагариным поделились старший научный сотрудник ЦПК Ростислав Богдашевский и Ирина Соловьева, являвшаяся основным дублером Валентины Терешковой. Колоссальные его возможности адаптации и предпособления к самым разным светам. Человеческим, природным, брошу такое слово, иммерсионным, новым совершенно непонятным светом. Очень часто после рабочего дня приходил к нам, интересовался успехами, учебой, сложностями нашей жизни. Рекомендовал, в общем, рассказывал про себя, про полет. Очень интересное было время. 55 лет назад произошло эпохальное событие. В школе Комарова многие гости отмечали, что после полета первого человека в космос развитие отечественной космонавтики не останавливалось даже в самые трудные времена. Возможно, импульсом тому было осознание простой и всеобъемлющей мысли. Мы были первыми.